МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевизни Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Драйвер развития, туризм. В Мариинско-Посадском районе реализуется 18 приоритетных программ. История в лицах. На заводе «Промтрактор» состоялась встреча с коллективом тракторостроителей. Более 210 километров дорог. Национальный проект в действии. До конца года в Мариинско-Посадском районе необходимо реализовать 18 приоритетных программ. В правительстве Республики ждут от муниципалитета и конкретных проектов развития. Приоритеты перед местными властями сегодня расставил премьер-министр региона. Подробности в следующем материале. Драйвер экономического роста для района – туризм. Исторические места Мариинского посада и родина третьего космонавта планеты Шоршелы привлекают гостей со всех регионов. Сюда причаливают и круизные теплоходы. В сфере туризма наблюдается положительная динамика по приему обслуженных круизных теплоходов. На сегодняшний день принято 17 теплоходов, 8 автобусов, обслужено 1539 туристов. Заработала культура на сегодняшний день 376 тысяч рублей. Но район должен привлекать гостей своим комфортом. В этом году в муниципалитете ударными темпами ремонтируют дороги. Работы завершаются и на участке трассы «Волга» – Мариинский посад. Ряд автомобильных дорог района построен в 80-90 галерах прошлого века. Ежегодный явочный ремонт не дает необходимого эффекта. Асфальтобетонный пункт разрушается. По результатам проведенных аукционов на выполнение работы по содержанию ремонта автомобильных дорог вне границы насильных пунктов, на границах муниципального района с подрядными организациями заключен ряд муниципальных контрактов на общую сумму 34 миллиона 238 тысяч рублей. Мариинско-посадское городское поселение является участником программы формирования современной городской среды. В этом году запланирован ремонт одной придомовой территории и одной общественной. На эти цели направлены 8,2 миллиона рублей. Конкурсные процедуры проведены, определены подряд организации. Еще одним проблемным участком называют дорогу вблизи села Октябрьская. Здесь также необходим капитальный ремонт. Председатель правительства отметил, что этот вопрос уже находится на контроле. Ну, так сказать, необходимо, ну, во-первых, провести аукцион на проектирование. Данная работа сделана. В ноябре мы уже сделаем проект, сформирован 19-20 год у нас по большинству объектов. Но при исполнении бюджета Дорожного фонда, я думаю, будет возможность сдвинуть объемы финансирования на 20-й год. Такой опыт у нас есть в текущем году Дорожный фонд за счет акцизов и уточнений бюджета. В текущем, сейчас последний год, уточнение порядка 290 увеличивается. Основное внимание, которое делается и правительством Российской Федерации, и, соответственно, правительством Чувашской Республики, главой Чувашской Республики, то, что нужно жителям. Еще одна задача, обозначенная премьер-министром, на ведение порядка в жилищно-коммунальном комплексе. Этому поможет строительство современных котельных, работающих на ГАЗе. КПД отложил 55%, сети там потери 35%, а вам в тарифах, там, служба тарифов дает в районе 60%. То есть, соответственно, кто-то же платит за вот эти потери. Соответственно, эти потери вложатся в дальнейшем на бюджет. Без работы в этом направлении сможешь, какая улучшить ситуацию, будет тяжело. По котельных что-то, чтобы себе задачу поставить, давайте совместно ее решим. Республика выделяет средства, если реальный проект, для предложения. Многомиллионные суммы в муниципалитетах направляют и на развитие культуры. Так, этим летом отремонтировали библиотеку и клуб в селе Малая Камаева. В рамках федерального проекта «Культура Малой Родины» заменили то, что действительно было необходимо – ветхие коммуникации и кровлю. Долгие годы после обильных дождей крыша Малакамаевского ДК протекала. Теперь условия работы улучшатся. Культурная жизнь в Малом Камаево кипит. Концерты сельского ансамбля «Илем» проходят с полным аншлагом. Участвуем на фестивалях республиканских. Самому старшему участнику, тете Соне, 85 лет. Но она не жалуется на свое здоровье, с нами поет, веселится, радуется. Иван Моторин отметил, что ремонт домов культуры для региона – приоритетная задача. В плане работы до конца года более 30 аварийных объектов, необходимые суммы муниципалитетам, направят в рамках федерального проекта. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Более 210 километров дорог отремонтируют и построят в Чувашии в этом году. Работы ведутся в рамках национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги. На некоторых объектах побывала наша съемочная группа. Сейчас подрядчик водорустроя укладывает слой черного щебня. Это щебень более мелких фракций, смешанный с битумом. Он повышает износостойкость покрытия. После дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона. В планах отремонтировать примыкающие дороги и укрепить обочины. Подрядчик заменит почти 7 километров автодороги Аниш к августу 2020-го. А этот асфальтоукладчик работает уже в Марпасадском районе на трассе Волга-Марпасад. Здесь ремонтируют 15,5 километров дорожного полотна методом холодной регенерации. Подрядчик ТУЗ в график укладывается. Работы вышли на финишную прямую. На проспекте тракторостроителей в Чебоксарах укладывают основание полотна по нечетной стороне. Почетные работы уже завершают. Стелят верхний слой асфальтобетона. В рамках нацпроекта ремонтируют и мосты. Один из них – Сугутский. Одну половину откроют уже в конце лета. Часть дорог уже сдана. К примеру, вот эта – по 50 лет октября. Нацпроект не только про ремонт автомобильных дорог. Это устройство тротуаров, строительство линий освещения, остановок и пешеходных переходов, а также установка камер фото-видеофиксации. На реализацию проекта в этом году выделено почти 2,5 миллиарда рублей. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика. Изменения в законодательстве, вступившие в силу в этом месяце, коснутся нескольких сфер жизни россиян. С августа пенсии работающих пенсионеров повысят. При этом на надбавку могут рассчитывать только те из них, кто получает белую зарплату. Делается это в беззаявительном порядке. Размер указанного увеличения рассчитывается, исходя из количества пенсионных баллов, заработанных конкретным человеком за предыдущий год. С этого месяца начнут действовать ипотечные каникулы. Они позволяют людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, приостановить на полгода выплату жилищного кредита. На это время банковские проценты не будут облагаться налогом на доходы физлиц. Начнет действовать механизм добровольного страхования жилплощади. Органы государственной власти регионов теперь наделены правом разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба. Предполагается, что перечень страховых рисков каждый регион будет устанавливать самостоятельно. За попытки помешать медикам оказать помощь больному, наконец-то будут привлекать к ответственности. Согласно документам, любое нападение или причинение вреда медработнику будет рассматриваться сквозь призму его основной деятельности – оказания помощи пациенту. В зависимости от тяжести предусмотрено и наказание – от штрафа до тюремного заключения. Кроме этого, будет упрощена регистрация автомобиля, ужесточат наказание за подделку документов. Изменения произошли и в начислении пенсии некоторым категориям граждан. О том, кто из работающих пенсионеров может рассчитывать на повышение пенсии, нам рассказала заместитель управляющего пенсионного фонда России по Чувашии Ирина Коннова. Учтены при перерасчете в соответствии с действующим законодательством не может быть более трех. С 1 августа текущего года в Чувашской республике произведен перерасчет пенсии 85 тысячам работающих пенсионерам. Средний размер прибавки составил 154 рубля. Максимальный размер прибавки составляет 262 рубля. Максимальный перерасчет страховых пенсий работающим гражданам не одинаков. Он зависит от выхода гражданина на пенсию и отработки определенного количества времени за годы, начиная с 2016 года. Так как индексация пенсии работающим пенсионерам, начиная с 2016 года, не производится. Размер своей пенсии с учетом всех индексаций работающий пенсионер может уточнить на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Личный кабинет гражданина». Встречи с трудовыми коллективами – еще один формат празднования юбилей столицы. На этот раз к тракторостроителям пришел глава администрации Калининского района Яков Михайлов. В начале встречи погружение в историю. Фильм рассказывает о главных переломных моментах в становлении Чебоксар как столицы республики. Многие факты малоизвестны, тем интереснее просмотр. Само празднование будет идти целую неделю. Афиша самых интересных мероприятий уже известна. Чемпионат России по акватлону и водномоторное шоу, турнир единоборств и ночной велопробег, парад городской техники и творческий бульвар, зарядка со звездой и выступление пилотажной группы «Стрижи». В каждом районе запланированы еще и тематические площадки. Такие встречи необходимы каждому горожанину. Не каждый горожанин знает историю нашего города. Тут много исторических событий, которые нужно довести до каждого горожана, чтобы он знал и любил наш город. В Калининском районе проживает большинство трактора строителей. Несмотря на сложные времена, многие из них сохранили верность заводу. И это тоже своего рода признание в любви к своему городу. Мы как предприятие, мы вообще к празднику готовимся своим ударным трудом и своими показателями. Если сравнивать там их с прошлым годом, то в принципе выпуск продукции у нас где-то увеличился там в 1,6 раза. Заработная плата у нас где-то выросла в 1,3 раза. И основные наши задачи это увеличение объемов производства. Уже не одно десятилетие профсоюзную организацию завода возглавляет Валентина Рыбкина. Проблем, конечно, у нас еще на заводе много. И значит по улучшению условий труда и по улучшению бытовых условий. Поэтому все это каждый день мы потихонечку исправляем, делаем. И поэтому очень надеемся, что в скором времени наш завод будет таким же передовым, как был несколько лет назад. Самое главное, ведь если мы работаем, значит и городу лучше. Так что юбилейная медаль вручена бессменному лидеру по праву. Еще один награжденный Альберт Сергеев. Он один из инициаторов создания в столице республики уникального музея истории трактора. И это тоже очень значимая страница в истории Чебоксар. Мои коллеги в числе призеров конкурса «Медиатек» сегодня подвели итоги регионального этапа. Сюжеты, созданные творческой группой национального телевидения, стали лучшими в номинации «Социальная и экологическая инициатива». Тема материала в благотворительной акции компаний топливно-энергетического комплекса. В этом году всероссийский конкурс СМИ и пресс-служб «Медиатек» юбилейный. Экспертный совет возглавляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Сейчас по всей стране определились региональные лидеры. Лучшие работы прошли в федеральный этап. Один из сюжетов победителей наша телекомпания снимала в Чебоксарской начальной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В классе, где занимаются дети с синдромом аутизма, благодаря благотворительной акции появилось особенное оборудование. Когда мы приехали на эту съемку и увидели, что действительно то оборудование, которое от Росгидро и педагоги используют в своей работе, и дети с интересом в них погружаются в эти игрушки, и педагогам легче. Эти вот приспособления там большие были такие, туннели, они все такие мягкие, красивые, компактные. Дети в них ныряли и успокаивались. И у нас получилось записать очень душевное интервью, и в итоге сюжет получился таким добрым. Итоги всероссийского конкурса «Медиатек» подведут в октябре в Москве во время международного форума «Российская энергетическая неделя». Этнолагерь «Эткер» вновь собрал в Чувашии победителей Олимпиад по чувашскому языку и литературе из разных регионов. Профильная смена открылась 26 июля в лагере «Лесная сказка». Но не все время ребята проводят за городом. На днях они приезжали в Чебоксары, чтобы посетить главный национальный музей республики. Они из разных городов и республик, но объединяет их чувашский язык. На нем говорят и в Тюменской, Самарской, Ульяновской областях, Татарской и Башкирской республиках. Именно такая география участников профильной смены. Всего в Чувашию приехали 40 детей. Здесь собрались такие люди, которые очень интересуются чувашской культурой, чувашским языком, историей. И я вижу, как у них горят глаза, когда они что-то слышат такое особое о своей родной культуре. Экскурсию в музее для ребят проводили на русском, потому что не все в идеале владеют чувашским языком. В лагере их разделили на три группы по уровню знаний. Программа обучения подобрана соответствующая. Мы учим чувашский язык, танцуем, учим песни, играем. Мы проводим с детьми разные тренинги, уроки, мастер-классы, встречи с выдающимися людьми Чувашской республики. Выезжаем на экскурсии. Этносмена продлится до 5 августа. Ирина Волкова, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика. Юношеская футбольная команда из Бурнар в тройке лидеров сельских команд страны. Химик Август принял участие во всероссийских соревнованиях «Колосок». За звание лучшей сельской команды боролись 220 ребят из 16 регионов и областей страны. В 1-4 финала наша команда уверенно обыграла футболистов Орловской области. Но в полуфинале уступила со счетом 1-0 саратовскому штурму. К слову, будущему победителю соревнований. В борьбе за третье место «Химик Август» разгромил команду Краснодарского края со счетом 4-1. И стал бронзовым призером юношеских соревнований. Команды спортклуба «Химик Август» участвуют во всероссийских соревнованиях «Колосок» с 2010 года. Но в число призеров вошли впервые. Самым большим достижением прошлых лет были только пятые места. Завтра, 2 августа, в Национальной библиотеке пройдет концерт памяти известного чувашского композитора Анисима Асламаса. В программе выступления исполнителей из Чувашии и Чехии. А сегодня моя коллега Анжелика Иванова встретилась с родственниками маэстро. Разговор о музыке сразу после выпуска новостей в программе «По существу». А я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова